Через много-много попыток мы можем провести с вами встречу. Мне очень приятно с вами проводить встречу. И я вас представляю, друзья, Наталья Николаевна Волковинская, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением гинекологии клиники красоты и здоровья Неовита города Москвы. И сегодня Наталья Николаевна нам расскажет про такую тему, про такую интересную тему, как недержание мочи. Наталья Николаевна, и первый вопрос, который я хочу вам задать. Пожалуйста, скажите, что такое вообще стрессовое недержание мочи? Как это понять? Стрессовое недержание мочи у женщины – это когда она, так называемо, женщина подписывает при чихе, при кашле, при каких-то физических нагрузках. То есть если рвота или какое-то идет напряжение на диафрагму, женщина подписывает. Это может быть как несколько капелек, так и струя. Это в зависимости от степени. Если это начальная степень, то там буквально несколько капелек. А если это уже идет струя, то это уже последняя, четвертая степень недержания мочи. Опять что-то со звуком. Опять что-то со звуком. А как… Сейчас нормально? Каковы же… Сейчас нормально. Да. Каковы же симптомы недержания мочи? Симптомы недержания мочи – это вот так называемое, я же говорю, это когда идет при физической нагрузке, при кашле, при чихе, идет из мочевого пузыря моча. Поэтому получается, что женщина вынуждена какие-то прокладки покупать, какие-то памперсы покупать, как-то бороться с запахом. Это очень неудобно. Это неудобство женщины. Да, создается дискомфорт. Да, люди жалуются на эти симптомы именно вот в таком возрасте 40-50 лет. Это характерно именно для этого возраста? Да, это характерно. Но вы знаете, в основном, в основном, это рожавшие женщины через естественные половые пути. То есть, если у нее роды, двое родов, трое родов, получается, что при прохождении головки идет так называемая некоторая травматизация самого сфинктера мочевого пузыря. Да, и он как бы растягивается, да, и эластичность его тоже растягивается. То есть, оно, представляете, как вот резиночка, да, туда-сюда входит и в какой-то момент облегает. Точно так же происходит и со сфинктером. Поэтому мы, конечно, кушер-гинекологи бережем промежность в родах, стараемся, чтобы не было разрывов, стараемся, чтобы роды через естественные половые пути были без травматизма. Но иногда бывает так, что и женщина у нас не слушается, мы говорим ей, дышите, не тушьтесь, а она начинает тушиться. Наоборот. И, да, наоборот, да, и получаются разрывы. Поэтому у рожавших девочек это чаще, которые рожали через естественные половые пути. Но есть еще такая тенденция уже более в климактерическом возрасте, да, ближе к климаксу, из-за снижения уровня эстрогена. Эластичность тоже нарушается. Так как коллагена становится меньше, эстрогена становится меньше, мы все не молодеем, к сожалению, да. Поэтому в этом возрасте это случается чаще. И, естественно, когда уже женщина в глубоком климаксе, то есть это 70-80 лет, то вот эта проблема практически, я бы даже сказала, что у 90% женщин. Да, да, частая. Да, да, очень частая в этом возрасте. Женщина просто, да, и женщина, она не знает, куда ей обратиться. Она вроде идет к гинекологу, гинеколог ей говорит, идите к урологу, она приходит к урологу, уролог ей назначает анализ мочи и отпускает ее. Говорит, у вас все в порядке, что вы от меня хотите. Поэтому есть очень много, есть очень много сейчас методик. Как помочь таким больным? Куда их направить? Как лечить? Какие методы лечения? Ну, вы знаете, мы работаем все-таки в совокупности с урологами. То есть у нас в медицинском центре мы работаем вместе с урологом. У нас есть как хирургические методы лечения, так и безоперационные методы лечения. Я не очень люблю оперативные вмешательства, хотя сама 20 лет у операционного стола. Я больше все-таки за консервативность. Консервативность. И на сегодня у нас еще работает очень чудесный врач-остеопат и мануальный терапевт, который тоже помогает нам в том, чтобы безоперационно это все делать. Он, да, он вставляет, как он говорит, это все на место, потому что мышцы тазового дна, они получаются ослабленные, и надо их тоже тренировать. То есть мануальный терапевт ставит это все на место. Мы применяем лазерные методики, лазер-фотона для лечения недержания мочи, для того, чтобы была выработка коллагена. И назначаем специальные упражнения Кегеля. Это знаменитый доктор Кегель придумал специальные упражнения для того, чтобы укреплять мышцы именно тазового дна. Сейчас очень большая разновидность, там есть и шарики, есть и груши, есть специальные тренажеры, которые подключаются к айфону. То есть сейчас выбор очень большой, в этом плане, да, в этом плане производители нам пришли на помощь. И вот мне очень нравится программка, которая подключается к айфону. То есть вы ее подключили, она вам уже пищит и говорит о том, что, а не забыли ли вы сделать упражнение? А вот вы должны сделать. Там так интересно она открывается, там говорит, привет, красотка. Наталья Николаевна, вот по этим всем вопросам, я как поняла, у вас все это в совокупности, да, вот лечение, все вместе. Да, да, это в совокупности, но я говорю о том, что мы все-таки противопоставляем, скажем так, себя оперативному лечению этой проблемы, понимаете? Потому что очень много рецидивов, то есть мы ставим петли, мы ставим сеточки специальные при недержании, но рецидивы получаются чаще, чем вот если она пройдет, вот поставят все на место, будет заниматься упражнениями. И чем раньше она придет с этой проблемой, да, то есть вот на первой стадии, значит, тогда мы можем ей быстрее помочь, и она быстрее реабилитируется без операционного метода. Понимаете, сейчас очень много филеров нам пришло на помощь, так называемое 3D-моделирование с помощью филеров. То есть есть специальные филеры, которые мы вкалываем вот в сфинктер уретры для того, чтобы, да, моча держалась. Но, значит, филеры надо подкалываться где-то раз в полтора года обязательно. Вот, но, тем не менее, эта проблема уже безоперационная. О том, я говорю о том, что, девочки мои дорогие, не спешите вы на операционный стол, попробуйте вы методики, которые сейчас очень наиболее развитые, о которых многие просто не знают. Им предложили операцию, они собрались и пошли, понимаете. О том, что есть хорошие методики, о том, что есть лазерная терапия, о том, что есть филеротерапия, о том, что, да, есть упражнения. Об этом как раз-таки вот классические гинекологи на приеме в женской консультации. То ли по незнанию, то ли потому, что они очень загружены своей работой, там, 10 минут на человека, по 50 человек на время. Да, да, поэтому, конечно... Информативности нету по этому вопросу. Нету, нету, Дианочка, нету, нету, поэтому вот... Я потому, Наталья Николаевна, на вас обратила внимание, вы, вы знаете, вот так в совокупности вы работаете в вашей клинике и больше эффектов. Я потому хотела, чтобы вот информация была побольше от вас по разным диагнозам, потому что вы более так рационально подходите ко всему. Не только по одному методу, как вот вы сказали, да, вот сказали хирургический метод и все. А сегодня же развивается и наука, и технология, так можно же обратиться и все это сделать все вместе, да, и получить больше... Да, да, да. Да, я благодарна вам, что вы это рассказали. То есть, и все можно... Я тоже, наконец-то мы с вами увиделись в эфире. Я очень рада нашему знакомству и общению, и я теперь думаю, что мы, наверное, будем чаще встречаться, чаще общаться. Я благодарна вам, Наталья Николаевна. Николаевна, даже вот чтобы вот такие вот 15-минутные встречи устраивали для информативности больных и пациентов. Сегодня в веке информации у многих нет информации, ну, просто вот как палка с двух концов получается. И тем более ваши подходы, да, и ваши методы мне очень нравятся, потому что я тоже в своей специальности, да, тоже вот в совокупности люблю лечить, например, и традиционные я, например, и нетрадиционные. Я так больше эффекта получаю, чем, например, вот в одном направлении идти. Я благодарна вам. У нас внутри студии не находится, за студией находится, потому не могут задать вопросы, но наша запись я выложу на Ютубе, на канале, и через сети мы пустим. И желающие, я здесь дам ваши данные сейчас, и желающие могут на консультацию обратиться к вам через фейсбук, а потом жители Москвы прямо могут прийти к вам. Кстати, Наталья Николаевна, а таких клиник по России есть или нет? Или только такая вот ваша клиника, которая в таком направлении вот так вот работает? Мне интересно. Ну, у нас авторская клиника, мы именно вот работаем здесь, как вам сказать, для пациента. Мы работаем для пациента, стараемся все новейшие технологии, и стараемся вот чтобы именно пациенту было комфортно, чтобы ему было уютно, чтобы он знал как можно больше информации о том, что сегодня какие новинки есть. Потому что я тоже езжу на разные конференции. Да, я слежу за вами. Я слежу за вами. Да, вот недавно была в Германии, вот в январе у нас здесь в Москве проходила конференция. Поэтому мы обмениваемся там опытом, и все новое, то что есть, я стараюсь все-таки как-то внедрить в нашу клинику. У нас очень хорошая команда, и я думаю, что если к нам будут обращаться, то мы, конечно же, поможем именно вот своей совокупностью подхода. Понимаете, у нас и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина. И я очень люблю герудотерапию. Вот я тоже... Да, вы выкладываете, я заинтересовалась тоже. Может быть, когда-нибудь тоже проведете вот такую маленькую встречу по поводу... Да, обязательно, обязательно. Дианочка, было очень приятно. Мне также огромное вам спасибо. Очень приятно, спасибо вам. Огромное спасибо на нашу встречу. Спасибо вам большое за такой объемный информативный материал. Всего хорошего, до свидания, Наталья Николаевна. Я сейчас выложу ваши данные, и слушатели могут обратиться к вам через Фейсбук на консультацию. Спасибо, всего хорошего, до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Пока. До новых встреч, всего доброго, до свидания. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»